К питанию в школьных столовых в последние годы предъявляются все новые и новые требования, ужесточаются санитарные правила, обновляется оборудование. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все младшеклассники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Только в Хабаровске насчитывается порядка 70 школ. Питание учеников в школах регулируется санитарными правилами и нормами, утвержденными Роспотребнадзором. Можно разрабатывать учебные заведения. Рацион расписывают на определенный период, к примеру, на 12 дней, в которых блюда не повторяются. По такому же подобию выстраивается питание в течение всего учебного года. Требования к питанию меняются, но не сильно. Как и прежде, специалисты просчитывают жиры, белки, углеводы блюд и их калорийность. Пару лет назад под контроль взяли объем витаминов и минеральных веществ. Меню пришлось пересмотреть и обогатить новыми ингредиентами. Улучшилось и качество продуктов. Важным этапом для развития системы питания в крае стала модернизация пищеблоков в 2002 году. Во всех школьных столовых заменили жарочные шкафы на пароконвектоматы. О последних изменениях в школьном питании узнаем у нашей гости в студии Татьяна Федоренко, заместитель начальника отдела специального образования и здоровья сбережения Министерства образования и науки Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы уже сказали, что в общем-то дети младшей школы уже не первый год питаются бесплатно. Было распоряжение дано, дети обеспечены все питанием. Теперь, я так понимаю, появилась необходимость и в том, чтобы старшеклассники тоже имели возможность получать нормальное горячее питание в школах. Нагрузка, которая возросла, с ней справляются пищеблоки в школах? Да, вы все правильно говорите. Начальная школа уже третий год, третий учебный год у нас наступил, питается бесплатно. Их у нас 67 тысяч, более 67 тысяч начальной школы обучающихся. Но и это они бесплатно получают один раз горячее питание. Но и старшеклассники тоже есть льготные категории. Это дети из малоимущих и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Они тоже получают бесплатное питание. Ну и кроме этого питаются за родительские средства. Я хочу сказать, что на протяжении уже последних лет пяти охват горячим питанием у нас составляет более 90%. То есть из этих 90% половина старшеклассники. То есть ученики пятых-одиннадцатых классов. Поэтому здесь как бы сказать, что что-то новое появилось в обеспечении старшеклассников, нет. Они как питались, так и питаются. Они как имели возможность, так и имеют возможность питаться в школах. Конечно же, школы делают все для того, чтобы обеспечить горячим питанием всех желающих. Кто хочет получить горячее питание, тот его может получить. Это, во-первых, в каждой школе есть график приема пищи. То есть классы расписаны по переменам, чтобы могли спокойненько прийти и поесть, зная, в какую перемену приходят. Кроме того, по сравнению с прошлым годом статистика показывает, что увеличилось число работников пищеблоков. То есть это тоже влияет на качество, на охват горячим питанием. Ну и также вы правильно сказали, что модернизируется технологическое оборудование на пищеблоках. Это современное оборудование, которое также позволяет, вот, например, в 2022 году этого оборудования было приобретено более чем на 14 миллионов рублей за счет средств краевого и муниципальных бюджетов. Поэтому вот около 100 школ получили новое оборудование. И этот процесс проходит ежегодно. Ну и кроме того, что в школах, вот, мы сказали про график, кроме этого, основного питания, которое организованное, да, когда сдают родители денежки, класс приходит, знают, сколько человек может поесть. Кроме этого же в школах есть и буфетная продукция, то есть буфеты. Но и в буфетах не обязательно должны быть только выпечка, сок и молочные продукции. А горячие блюда тоже также реализуются через буфет. То есть если ребенок не хочет полный обед получать, он может прийти и в буфете купить горячее, там, ну, второе, салат или, там, например, первое. Поэтому... То есть в школьном меню есть много какой-то разной еды. Но чего, например, в меню пока в школе мы еще не встретим? Может быть, чего-то мы идем, что мы хотим добавить? А может быть, что-то просто недопустимо? Недопустимо. Да. Вы правильно сказали, что питание в образовательных организациях, что в школах, что в детских складах, организуется в соответствии с санитарными правилами. Так вот, в санитарных правилах прописано, какие продукты можно использовать в детском питании, а какие нельзя. То, что нельзя, это любая продукция, жареная во фритюре. Да, сразу вспоминаем картофель любимый фри, который запрещен. Это газированные напитки любые. Но вообще перечень, он очень большой, там более 40 наименований продуктов. Но вот основные, то, что больше всего любят дети, это кетчупы, майонезы, острые соусы. Это все в детском питании не разрешено. И поэтому, когда зачастую бывает такое, что невкусно в школьной столовой. Но это не потому, что невкусно, а потому что это правильная еда, к которой дети не приучены дома. По поводу правильной еды, это нужно родителям задавать вообще вопросы, почему ваши дети любят картофель фри поливать кетчупом и закусывать майонезом. И это так все вкусненько, магически. Я вот, например, когда учился в школе, моя учеба в школе пришлась на 90-е, да, там, конец 80-х, начало 90-е годы. Это не самое простое время в истории страны. Тогда важно было просто, чтобы ребенок хотя бы что-то поел, да, все помнят это. Мы прошли и пережили. Сегодня уже немного другие времена. И сегодня, конечно же, очень многие родители озабочены тем, чтобы они сами питались правильно и их дети питались правильно. Ели полезные продукты, не ели вредную продукцию, да. Кто-то читает КБЖУ, да, там очень важно витаминизировать, да, рацион. Вот это все вообще сегодня в условиях школьной столовой реально? Конечно, это реально. У нас санитарные правила предусматривают, что в школьном рационе должны быть продукты, обогащенные витаминами, микро-макро-нутриенты там должны присутствовать. То есть, да, это все предусмотрено. И говоря о том, что появляются ли новые продукты, нет, продукты все те же остаются. Единственное, что может меняться блюдо. То есть, ну, оно должно быть приготовлено из тех продуктов, которые разрешены. Поэтому тут тоже большая роль принадлежит и родителям. Потому что это, ну, не только забота, обязанность школы, но и родители могут повлиять на этот процесс. То есть, они могут очень часто в школах проводят опросы. Что бы вы хотели, да, в школьном меню видеть. И понятно, что это обязательно, ну, должно быть то, что разрешено. Кроме того, вот, кроме того, что пищу правильную готовят в школе, еще и очень много уделяют внимание воспитанию, к правильному питанию. Вот буквально недавно у нас в октябре во всех школах края прошла неделя здорового питания. То есть, это были и беседы для детей, и для родителей с привлечением медицинских работников. Что можно, что нельзя. И дегустации для родителей, и мастер-классы поваров. То есть, они показывали, да, что готовят. Потому что зачастую же родители, ну, кто заинтересован, тот приходит. Пожалуйста, всегда можно с администрацией договориться. И прийти в столовую, предупредить, что я вот приду, и прийти посмотреть, в каких условиях питается ваш ребенок, и что он ест. Вы сказали про беседы, мне кажется, это одна из самых важных моментов, важных частей воспитания, правильного питания, подхода к правильному питанию детей. Потому что они думают, ну, съем я эту жареную котлету, ничего страшного, в кляре там какую-нибудь курицу. Но когда, вот просто по своему примеру понимаю, объяснить, что это вредно, если даже не мама с папой тебе скажут, а врач придет в школу и скажет, что ты вот от этого получишь вот такое-такое-то заболевание, вот тогда они начинают бояться, а, ой, а брокколи, оказывается, вкусно, я хочу есть правильный. А вот очень интересно, бывают ли индивидуальные запросы на питание детей, насколько это реально реализовать в современных условиях? Поскольку понятно, что, допустим, вот вы говорите, родители могут обратиться, родитель говорит, хочу, понимаю, что рыба полезна, но мы же понимаем, что тунца никто в школе нам не приготовит. Бывают какие-то индивидуальные подходы? Ну, тунца не приготовит, потому что мы понимаем, все же стоимость питания зависит от тех продуктов, из которых оно готовится. И мы же хотим, чтобы это было вкусно и недорого. Ну, это, наверное, желание любого человека. То, что касается индивидуального питания, да, оно предусмотрено. Индивидуальное питание предусмотрено для детей, которые страдают заболеванием, связанными именно с пищеварением. То есть это особенности в питании. Это дети с сахарным диабетом, это дети с непереносимостью глютена, которые не переносят молочные продукты. Вот на сегодняшний день, да, в этом учебном году, ну, вот пока такая статистика, что в 31 школе такие детки обучаются, их около 90 человек. Для 70% из них, ну, примерно так, разработаны в школах отдельные меню и производится замена продуктов. То есть в основном замена продуктов производится для детей, у которых есть аллергия какая-то пищевая. Ну, томат нельзя, поэтому он получает питание без томата. И для остальных детей в школах созданы условия, чтобы они могли питаться едой, принесенной из дома, и что не противоречит санитарному законодательству, это разрешено. Но школа должна создать условия, чтобы ребенок мог, ну, где-то поставить в холодное место, да, хранить и разогреть. Спасибо вам огромное за информацию. Закателось пойти в школу и правильно питаться, так все равно правильно... Приглашаем, приходите. У нас в гостях была Татьяна Федоренко, заместитель начальника отдела специального образования и здоровья сбережения Министерства образования и науки Хабаровского края. Самого лучшего. Продолжение следует...